Когда они вошли в Херсон, так сказать, оккупировали, они были везде, в принципе, военные, именно военные, именно техника, очень много было в Херсоне. Потом у нас появились, так сказать, наливайки по всем углам, по всем дворам. Ну, в общем, началась чисто русская такая манера спаивать людей. На улицах останавливали всех людей, проверяли телефоны, у молодых людей искали наколки почему-то, даже у молодых девушек. Всех, кого до пятидесяти останавливали обязательно, а так, в принципе, выборочно. Могли задержать на день, на два, на неделю. Ну, это было, логики в этом не было. В общем, террор был, просто террор был, вот и все. 21 июля в пол шестого где-то его привезли люди на черном Hyundai, микроавтобус, но никаких маркировок ни Z, ни V, на нем не было. Зашли в дом, завели его без наручников, все культурно, так, спокойно. Попросила их представиться, они спросили, как меня зовут. Я сказала, они сказали, очень приятно, но сами не представились. Зашли в дом, они искали номер чей-то с подконтрольной территории. Костин, мужа моего, телефон стоял дома на зарядке. Они его просмотрели, ничего не нашли. Взяли мои телефоны, у меня было два телефона, один с русской симкой, а один с украинскими симками. Просмотрели, тоже ничего не нашли. Прошли в комнату, там детский ноутбук лежал, они его тоже полистали, искали, искали, ничего не нашли. Сказали, что мы изымаем для доследования. Спустились в гараж, там у Кости лежали ежедневники, он вел такое, тоже их полистали, посмотрели, сказали, до свидания, увели его и на этом больше мы его не видели. Он был, в принципе, немножко испуган, но больше, наверное, растерян. Какого-то насилия при мне к нему не было. Потом мы день ждали два, три, четыре недели, новостей никаких. Я написала заявление в комендатуру военную, ходила по городу, искала по подвалам. Нам с подконтрольной территории сбросили ссылку, мы посмотрели крымские новости, там было задержание наших ребят. Они показали, как они их где-то берут на природе, где-то возле реки, они их ложат на землю, они их задерживают, обыскивают их сумки. Обвинение, что они хотели подорвать какую-то машину, заминировали, но не подорвали. Их задержали, предупредили подрыв, так сказать. Там было три человека задержанных по видео. 10 октября на меня вышел адвокат Симферополя. И она рассказала, что 7 октября был суд в Симферополе. Их 9 человек, так сказать, по одному делу проходит. 361 статья, терроризм, но не сам терроризм, а намерение или что-то вот такое, или попытка, что-то такое. Ну, я объяснила, она говорит, или их тут будут держать, или их этапируют в Москву. Еще неизвестно. Ну, потом, через 4 дня, нет, через пару дней мы позвонили ей, хотели передачу передать, потому что они их летом забрали, а уже осень, они же не одеты, голодные. То она сказала, что их уже этапировали в Москву. И у них будет другой адвокат, правозахистный. Два месяца задержания под стражей. Им присудили. В общем, потом мы опять его потеряли. Недавно тоже нам скинули видео, где их тоже якобы, вот эта часть идет с первого видео, где их задерживают, но там уже больше человек. Уже показывают и паспорта, и все. И показывают, как их садят в микроавтобус, увозят. Честно говоря, там мужа я не узнала, дети тоже его не узнали, потому что, ну, совсем не тот человек уже худой, страшный, замученный. Но они все там такие. В общем, ну, это, наверное, их вывозили в Крым тогда, когда они снимали. По-моему, в ноябре опять был суд. Ну, опять мера пресечения выбиралась. У каждого из них, насколько мне известно, ну, это мы так, знаете, общаясь уже, находя там каких-то родственников, ну, уже так, то у каждого из них отдельный адвокат. На кого-то адвокаты вышли. На кого, ну, вышло два или три человека всего адвокатов. В общем, и подтверждение Россия нам не дает официального. Взять заключение, что был суд, что они взяты под стражу, там, что им пресечение, но это мы нигде в России, этого нам никто не дает. Он частный предприниматель, ему почти 60 лет. Он уже не в том возрасте, чтобы бегать и что-то подрывать или еще что-нибудь, понимаете. Он частный предприниматель. Во время оккупации, конечно, работы в Херсоне не было. Поэтому от этого он работал, ну, в строительстве там такое. Он, конечно, на Виськову? Он нет, он только служил в 80-каком-то там году в Советской армии, когда это было, ну, и все. Никаких отношений, никаким органам, никаким ничего он не имел никогда. Он обычный гражданский человек. Сергей Офицеров, мы с его отцом тесно тоже общаемся. Он тоже в Лефортово, его взяли чуть позже. Я не знаю, где его держали, но, по-моему, тоже на Кирово там. Так что, ну, мальчик молодой, но чего взяли, тоже непонятно. И пришли целенаправленно, говорит, забрали ребенка, и все, и сдано. Потом, судя по видео, у нас еще Богданов проходит, но родственников мы не могли найти. Но вот видео Олег Богданов тоже, он сидит там. Там и Кабаков Сергей тоже такой есть. Тоже они все в Лефортово вместе. Ну, а остальных немножечко, ну, не знаю информации так сильно. Их чем-то они объединили, я же не знаю. Потому что они такие, если честно, они все разношерстные. И возрастная категория, и специальности, и что они объединили. Им надо было тогда показать, что они воюют с нацистами, понимаете. Вот эти нацисты в городе Херсуни, их поймали, их это, задержали, их вывезли в Москву. Ну, после этого, что взрывы не прекратились, все же продолжалось. Но зато картинка есть. Ну, отчитались. Ну, получается, что просто люди стали заложниками. Таких заложников у нас тысячи, вы знаете. И неизвестно, чем еще все закончится. Мы не знали, что мы уже практически освобождены. У нас не было света в городе, ничего, ни связи, ни воды. Мы сидели полностью уж тогда без всего. И это самое. Просто, когда уже наши вошли в город, такие пробные, так сказать, заехали ребята, тогда город тут же воодушевился. Все вышли на улицу, знаете, ну, ну. Не знаю даже, как. Это надо пережить. Но это стоит. Они нас боятся. Они и боялись местных. Жители не очень сильно боялись. И у них единственный. Они, наверное, наших местных боялись больше, чем висковых. Честно. Потому что они не знают, что от них ожидать. И они просто вылавливали людей, которые что-то могут. И просто прятали в подвалы. По-другому они не могли себя обезопасить. Ну, это я так считаю. Потому что, судя по контингенту, который сидит, и вот сейчас их вывезли с Херсона, когда они уходили, они просто их забрали с собой на левый берег. И люди не знают, где что. Люди без вести могут пропавшие быть. Поэтому логики тут нет. Это единственное, что просто они обезопасивают себя, чтобы просто не пострадать от них. Я просто хочу добавить, что, чтобы наши, так сказать, наши правительства, государства, наши волонтерские группы, потому что освободили практически только Херсон, и выплыла такая вот ситуация с этими заложниками. Это все гражданские, там нет военных нигде. Это все гражданские люди. И их вывезли на левый берег. Сейчас на левом берегу тот же террор. Так же забирают людей. Сейчас освободится Мелитополь, где оккупируются остальные части. Это будет очень большое. Поэтому мне кажется, что надо сейчас искать выход с этой ситуации, как своих людей возвращать сюда. Потому что это очень большая проблема. Люди ходят, они по полгода не знают, где их близки. Мы не все цифры еще отрываем, потому что по слухам, не знаю, так ребята говорят, но боятся говорить на камеру. Вот привезли после пыток, принесли человека, положили, он похрипел, два часа умер. Они опять его за руки, за ноги вынесли. Куда они его дели? Сожгли вместе своими, потому что они полили в своих. Они там у нас вокруг Херсона одни свалки были, где полили русских. Это те ребята, которые хотя бы так на слуху, которые мы хотя бы знаем, где они. А если этих перевозят в Чаплынку, в Гиеническ, за собой возят, зачем они их возят за собой? Мало того, что издеваются, они физически над ними издеваются. И они еще их ломают морально очень сильно. Очень сильно ломают морально. Сломать дух, стержень, все это. Вот это самое страшное. Потому что вернется нация. Они как раз это те люди, которые нужны стране. Понимаете, это то поколение, которое может восстановить страну. Они вот этих алкоголиков, тунеядцев, они не трогали русские. Ну смысл. Они брали нормальных людей, к сожалению.